Сегодня в Нарьинмаре дан старт губернаторским елкам. Первое представление для лучших школьников Ненинского округа состоялось в культурном центре Арктика. Новогодние губернаторские елки пройдут в период с 19 по 21 декабря. Их посетят отличники учебы и дети, добившиеся успеха в спорте и искусстве. В фойе культурного центра Арктика оживление. Самые лучшие ученики, активисты и отличники учебы, успешные спортсмены пришли на театрализованное представление. Сегодня для них состоится губернаторская елка. Мы учимся в частности на 4,5. Тоже. Довольно-таки в седьмом классе тоже. Отличное настроение. Ждем от следующего года чего-то необычного. Обычного, яркого, запоминающегося и интересного. Пятерок. Пятерок, конечно, тоже. В этом году губернаторские елки посетят около тысячи школьников со всего Ненинского округа. Сто учеников приехали в Наринмар из отдаленных населенных пунктов региона. Проезды проживания в столице Заполярье для них за счет окружного бюджета. В общем, у нас пять детей. Два ребенка с пяти до девяти на елку. И три ребенка у меня в третий класс завтра придут. Это ребята, которые хорошо учатся. Да, это ребята, которые хорошо учатся, которые везде участвуют, в конкурсах участвуют. Получают первые призовые места, даже окружные. Вот эти ребята у нас поехали на елку. Губернаторские елки будут проходить в Наринмаре два дня. Для младших и средних школьников коллектив Дома культуры «Арктика» приготовил театрализованные представления. Отличная идея! Смотри, 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 смотри. Активистов и отличников учебы из старших классов ждет шоу-программа. Организаторы обещают. Будут сюрпризы. Представление отличается у нас. Для губернаторской елки это отдельно. И в этом году у нас артисты «Арктики» выложились по полной. То есть там прям с применением технологий у нас квадрокоптеры будут летать. То есть на самом деле все круто. Приглашение на губернаторскую елку – большая честь для школьников. Увидеть представление могут те, кто хорошо учился, трудился и проявлял активность в течение учебного года. Выбирали, ну понятно как, да? То есть у нас на каждую школу у нас дается квота. И уже школа самостоятельно определяет. Это не только отличники. Бытует мнение, что у нас на елку попадают только отличники. Нет, это не так. У нас на елку попадают детки, которые в принципе активисты. Ты, может быть, учишься не на одни пятерки, но ты проявляешь свою активную жизненную позицию во всех. Ты, может быть, спортсмена у нас в том числе, да? Волонтеры, ребята. То есть здесь говорить о том, что у нас только одни отличники – это тоже не совсем правильно. По окончанию представления детям предусмотрены подарки в рамках сотрудничества с компанией «Зарубежнефт». Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».